Добрый день! Сегодня я хочу проанализировать присланные мне материалы для того, чтобы продемонстрировать достоинства, недостатки и дать какие-то советы и консультации. Надеюсь, меня хорошо слышно. Начнем мы с порошка номер один. Достанем небольшое количество на тарелочку. Внимательно изучив данный порошок, можно обратить внимание на то, что в первом образце присутствуют достаточно крупные волокна, которые не были измельчены. В принципе, это можно убрать с помощью рассева на вибросите. Но они существенной роли не играют. То есть, в принципе, для диаметра 12 мм вполне можно данный порошок использовать. Хочу сказать, что этот порошок, порошок номер один, как и все остальные, они пришли пересушенные. И, к сожалению, не получилось получить хорошего качества таблетку. По той причине, что при засыпке порошка в матрицу и последующем сжатии, толщина таблетки очень маленькая за счет воздушности этого порошка. То есть, в любом случае, порошок номер один рекомендую дополнительно подготавливать. Либо рассеивать, ну и также домешивать какие-то связующие компоненты. Продолжаем. Порошок номер два. Предварительно уже насыпал в тарелочку. Ну, то же самое, что с порошком номер один. Встречаются достаточно длинные волокна. Вот. И плюс ко всему, у порошка у этого наблюдается эффект такого вот намагничивания. Вот если видите, к ложечке, вот они вот как-то намагничиваются. Не знаю, с чем это связано. И опять же встречаются достаточно длинные, неизмельченные волокна. И вот. Я бы советовал от этого избавляться, сделать порошок более мелким. Оборудование для этого наличие имеется. То же самое, что и с вариантом номер один. Вариант номер два. Порошок пришел ко мне пересушенный. И в том виде, в котором я его получил, получить прочную таблетку не представляется возможным. Порошок также требует технологической подготовки. Продолжаем. Порошок номер три. Наблюдается аналогичная картина. То есть, порошок имеет, ну, в меньшей степени, такие длинные волокна. Дело в том, что такие волокна, они мешают качественному наполнению матрицы порошком. То есть, они как мостики такие перекрещиваются и затрудняют просыпание порошка в матрицу. То есть, я бы советовал делать отсев на вибрационном сите. И все эти длинные волокна либо измельчать до состояния мелкой пудры, либо отсеивать. Вот. Сыпучесть аналогичная первым вариантам. Очень пересушенный порошок. Если попробовать его потестировать между пальцами, посжимать, то порошок рассыпается. Соответственно, те же самые проблемы. Это воздушность порошка и пересушенность. В принципе, то же самое можно сказать и о предыдущих, и о всех последующих порошках. Так. Продолжаем. Порошок номер четыре. Здесь уже картина лучше. Таких длинных волокон встречается меньше. Порошок, если его протестировать, то же самое. Пересушен. Никаким образом не уплотняется при сжатии пальцами. Вот. Но можно сказать, что масса однородная. Его даже можно оставить в том виде, в каком он есть. То есть, не рассеивать и дополнительно не измельчать. Вот. Но опять же, та же самая ситуация. Очень много воздуха между частицами. И порошок пересушен. Не получалось никаким образом спрессовать прочную таблетку. Да и такого просто не может быть. При таких свойствах порошка. Продолжаем. Так. Следующий у нас вариант номер пять. Пятый вариант. Ну, этот порошок мне не понравился больше всех. Вот. Вот этот эффект на магничивание, он очень сильный. Длинные волокна. Ну, я думаю, что вы его видели лучше, чем я. Вот. И эти длинные волокна, они мешают просыпаться этому порошку в матрицу. То есть, становятся там просто как такие, опять же, мостики. И засыпать качественно не получается. Советую. Либо измельчать, либо отсеивать в вибрационных ситах. Потому что в последующем при технологической обработке и доработке этого порошка, при производстве гранул, вот, эти волокна, они усложнят, скажем, на выполнение этих операций. Вот. Он порошок номер пять. Мне не, как бы, не нравится больше всего. С ним нужно серьезно работать. Так. Далее. Вариант последний, номер шесть. Вот. Что можно сказать? Самый лучший вариант помола, который я видел. Масса порошка равноценная по фракции. Вот. Когда я начал вводить связующие компоненты и увлажнять, порошок номер шесть оптимально формируется в какое-то подобие гранул, склонен к комкованию. Отсутствуют волокна. Вот. Ну, опять та же самая ситуация. Вот если сделать такой простейший тест, то пересушенный порошок, он рассыпается в пальцах. Вот. Но с точки зрения подготовки к последующему гранулированию, порошок номер шесть, самый идеальный практически из тех, я бы его на первое место поставил. Интересное, скажем так, открытие, не открытие. В общем, у меня есть в наличии вот такой вот лабораторный измельчитель, мельница. Вот. Конструкция ее предусматривает установку внутри сетки с достаточно мелкой фракцией, через которую идет отсев порошка. Вот такая вот. Я взял один из образцов вашего сухого порошка. Установил такую достаточно мелкую сетку, может быть, 0,25 мм, то есть 250 микрон. У меня есть, в принципе, сетки и меньшего диаметра. Вот. И прогнал через принцип работы следующий, то есть вращаются молотки, они продувают воздухом через данную сетку, через отверстие. Вот. Все, что не проходит через отверстие, остается внутри камеры. Вот я прогнал один из порошков. И на дне у меня сможет сфокусироваться вот такой вот осадок. Это какие-то семечки, скорее всего, и какие-то ворсинки. Они все у меня остаются почему-то на дне моего на дне моего измельчителя. Модель Профи. И что удивительного я бы хотел отметить. После того, как я прогнал ваш порошок через вот эту вот сетку моковую, и дополнительно доизмельчил, у меня увеличилась плотность, то есть у меня воздушность порошка вашего просто ушла на нет. И я попробовал прессовать таблетки при той же максимальной глубине засыпки, порядка 20 мм. И таблетки у меня уже получались толщиной порядка 10, даже может быть больше миллиметров толщиной. Сейчас я настрою камеру на лист бумаги и продемонстрирую, какой порошок у меня был и какой стал. Возвращаемся к эксперименту с измельчением. Я взял вот порошок номер 5. Вот это исходные, вот это полученные после измельчения. Сейчас я попробую навести крупную на один, на второй. Не получается сфокусировать, но тем не менее. Вот вот у нас даже передвину ближе сюда. Это у нас исходный порошок, в котором огромное количество ворсинок. Это у нас финишный порошок, достаточно однородный по размеру. и на удивление воздушность этого порошка ушла. То есть, он достаточно плотный получился по консистенции. Сейчас я попытаюсь сделать несколько таблеток и продемонстрирую, что у меня получилось. Так, ну, напомним, мы брали вот такую матрицу 22 мм толщиной. Сейчас я засыпал тот вариант порошка, который прогнал через измельчитель. У меня получились следующие виды таблетки. Толщиной общей порядка 7 мм. Они достаточно неплохого качества на внешний вид. достаточно упало. Достаточно вот я пытаюсь ее сломать, сдавить. О, только сейчас лопнуло. То есть, они очень плотные, крепкие, и при этом я абсолютно никаких добавок не вводил. Просто доизмельчил, и сетка, через которую продувался этот порошок, она послужила своеобразным сито. Вот, и это сито вот она, которая упала на пол, но тем не менее, она осталась достаточно попрочной, не деформировалась. То есть, дополнительное измельчение и просев этого порошка от всяких частиц, не знаю, что плохо, хорошо фокусируется, дал прочные таблетки. Сейчас я постараюсь сделать по этой технологии все порошки, прогнать через свою мельницу и наделать образцов таблеток. Дальше уже обсудим, что и как. Добрый день! Я Роман Цивульский. Приветствую вас в своем каталоге оборудования minipress.ru slash каталог. Вы найдете описание оборудования, стоимость, видеоролики, фотографии, инструкции и пользования. Добро пожаловать! Если у вас нет времени для того, чтобы полностью изучить все описания, и либо же вы не нашли необходимое вам оборудование, самый простой вариант – это связаться со мной по контактным телефонам, сделать заявку, объяснить суть вашей задачи, и я приложу все усилия для того, чтобы реализовать данный проект. Я являюсь владельцем данного каталога оборудования и, собственно говоря, сам выполняю для вас поиск, подбор, доставку оборудования, оформление документов, сертификатов. Вы всегда должны помнить, что, отправляя свое письмо, вы его адресуете лично мне. В каталоге minipress.ru все цены указаны с учетом доставки и растаможки в России. По России мы отправляем наши грузы в любой город с транспортными компаниями автотрейдинг. Я занимаюсь поставками фармацептического и любого другого оборудования в Россию из Китая, Индии, Кореи, Тайваня. Вы можете связаться со мной по моему телефону в Минске плюс 375 29 308 400. Вы можете связаться со мной по моему телефону в Москве 8 495 364 38 08. Вы можете написать мне по любому из указанных здесь электронных адресов. Ежедневно я проверяю почту и отвечаю на все письма, которые поступают ко мне. Для решения любых оперативных вопросов, возникающих у вас, прошу связаться со мной через скайп. Я постоянно нахожусь на связи и с удовольствием отвечу на все возникающие вопросы. Выбирайте поставщика оборудования в России и он будет решать все ваши проблемы с поставками запасных частей и расходных материалов в будущем. Желаю всем удачи, всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok